По многочисленным просьбам сейчас продемонстрирую, из какого молока я делала йогурт. Единственное, что теперь я взяла молоко 3,2% и хочу посмотреть, что получится. Вот молоко из магазина Мяснов. В отличие от многих производителей, в магазине Мяснов молоко продается в упаковке 1 литр. Не 900, а 1 литр. Так, это по поводу молока. Какой греческий йогурт я использовала, когда у меня получился шикарный густой йогурт. Ребята, вот такой. Савушкин продукт Телс йогурт греческий. Вот я взяла баночку 140 граммов. Ну, когда я его покупала, я его просто попробовала. Осталось чуть-чуть. Не 140 граммов, а меньше. Вот его я буду использовать. Сейчас у меня подогревается молоко. И я буду делать йогурт. Ну, Борису очень понравился йогурт. Маше, Але понравился йогурт. Поэтому решила сделать еще раз. Вот, запомните, вот такая баночка. Йогурт получается шикарный. Этот йогурт я использую как закваску. Я взяла отдельный стаканчик. И выкладываю сюда греческий йогурт. Ну, вы многие просили, чтобы я показала, как я его сделала. Так, с самого донышка. Теперь будем доливать теплым молоком, подогретым до 40 градусов. Я добавляю сюда несколько ложек молока, чтобы размешать наш густой греческий йогурт. Тщательно размешиваем, чтобы не было комочков. Ай, вкусняшка улетела. Я размешала йогурт в молоке. Теперь выливаю в кастрюлю с подогретым молоком. Размешанный йогурт. Ну, вот даже ополоснем стаканчик. Чтобы все микроорганизмы у нас попали в молоко. Опа! Выливаем. И тщательно перемешиваем. Перемешиваем. Молоко подогрето до 40 градусов. Не больше. Ну, все. Мы перемешали. Теперь молоко выливаем в йогуртницу. Закрываем сначала одной крышкой, потом второй крышкой. И выставляем на 8 часов таймер. Все, теперь ждем, когда пройдет 8 часов и пропищит йогуртница. Даст сигнал о готовности нашего йогурта. Но периодически нужно открывать крышку очень-очень редко и смотреть, что там получается. Ну, мало ли, чтобы не перекис. Майор. Что может делать, делать человек на пенсии? С собакой играть. Вот так вот. Ага. Ага. Отдай. Ну, ты хоть пробежался бы за ней, что ли, чтобы она попку свою толстую растрясла. Вокруг стола ходит. Женя. Отдай мячик. Боря. Женя, Женя, что такое? Папа бегает за тобой. Ну, почти бегает. Папа почти бегает. Мячик отдай. Догоняет, догоняет, Женя. Догоняет. Ну, да, да. Ага, большой, большой. Решил через стол дотянуться. Ой, мячку пустили. Женька ходит по ковру, потому что ей по ламинату ходить сложно. У нее когти, хоть они и подстрижены, но все равно ей по ковру удобнее. Да, Женя? Жень? Мячик отдай. Мячик отдай. Боря, ну хватит. Загонял собаку, загонял. Да, Женек? Кто, кого? Чтобы я за ней ходил. Правда? Ей нравится, что ты за ней ходишь. Боря, как говорит, стоит уйти, как она приходит на кухню и просит, чтобы он опять за ней ходил. Мы идем поздравлять Машу с днем рождения. Большого торжества не намечается, но будут все. И мы, и родители Димы, но снимать мы там не будем. Вручим подарки. Посмотрите там, какая Маша красивая. Покажу Машу. Попьем чаю. И пойдем домой. Какой режим это? И никакой режим. Маша, красотуля. Дайте я поснимаю для истории девочку. Ай, какая красота, Машуничка. С днем рождения, солнышко. Спасибо. Какая же ты красоточка у нас. А ночной сделай. Даже ночной? Да. Ну, давай. Яркий, средний и ночной. Ой, как здорово. Маша, платье изумительно красивое. Маленькая принцесса наша. Ты хотела вазочку поставить? Ты хотела вазочку поставить? Да. Лампочка, понравилась? Да. Это такая маска. Питальная. Пусом дышать. Вот так одеваешь и дышишь. Вот это да, Маруся. Прическа, Маша. Это что это такое? На море ты будешь без прически. Смотри, Маша. Вот так вот. Ну-ка, меряй. Пиццо подставляй. Вот так. Мешается. Что это такое? Какая маска. Ничего. Это маска. В общем, Маша, короче, ты можешь потренироваться в ванной комнате. Да-да-да-да. Мы специально пораньше подарили, чтобы ты в ванной комнате как раз. Как раз? Ага. Размер. Как раз. Дышится? Красота. И что, это дышать? Да, обзор какой-то хороший. Иди, маме, будешь под водой плавать. Иди, маме, покажи. Скажи, мама, мама, смотри. Мама, я в Техогорье поехала. Мама, на кухне, Маш. Мам, ты где? Ух ты. Мама, смотри, мама. Мама, это подарок. Маша, будешь плавать под водой. Это маме, ты по водному плаванию. Такая специальная, она обзорная. Мама, она тебя ночью пугать будет. Мама. Мне надо ничего во рту дышать. Можно носом дышать, можно ртом дышать. Слушайте, вот это вот классно. Маш, дай посмотреть на тебя поближе. Ой-ой-ой. Можно дышать, да. И можно нырять. Вот тут есть клапан. Когда нырнешь, клапан поднимается и перекрывает воду, и все. Ничего себе. Ты там дышь, выныриваешь, клапан опускается. Ну, то есть, это профессиональная маска. Значит так, Калла с Димой, сначала попробуйте на себе, когда нырять будете. В ванне, мы специально сейчас в ванне будете купаться. Маша, в ванне будешь нырять. Только очень, только очень аккуратно с песочком, Маша, чтобы песочек не царапал вот эту штучку. В ванне столько песка, столько песка. Ну, нет, потом, на море. Это потом снимется. А, это защитная пленка. Хорошо. Вот. Буря-буря-буря. А вот сюда, вот сюда, мама. Вот сюда цепляется камера. Экшн-камера. Экшн-камера. Так что, экшн-камера не хватает. Вопрос поняли? Есть, она белая, на которой... Вот, подводная экшн-камера. Мама, примерка. Ну-ка, примерка. Мы поим просто причесочку. Да, у Маши прическа очень красивая. Да, мне ее жалко. Конечно, у тебя такие рожки красивые. Мама сделала. Мама замечательную прическу тебе сделала. Как у принцессы. О, мама. Маме тоже хорошо. Мама тебе идет. Мама страшная. Посмотрите, маме тоже хорошо. Дышится и ртом, и носом. Только ее еле слышно. А вот можно. Вабражулька именинница. Да. Ну, потому что... Цветная именинница. Ну, она вообще не запотевает. У нее специальная цем, она не запотевает. О, не как масло. Приходная штука. Да. Вот это да. Вот это клево, да. Вот это да. Держишь, когда... Вот да, в рот ничего не пипает. Да, а это очень удобно. И губы потом уж не мель. Слушай, а ничего у нее... Слушай, как красиво. Я даже не ожидала. Вообще, очень. Смотри. Сильно набирать не будем. Наоборот, чтобы стояло хорошо. Вот и все. Ты за ленточку боялась. Она уже забыла про эту ленточку. Хорошая ленточка, да? Да, конечно. Машки на стол. Сейчас подожди, Машки на стол. А, все-таки решила обвязать. Одна была ленточка, а вторая был бантик. Правильно? Угу. Хочешь, я тебе помогу, подержу? Как ты его, я знаю, подсовывала, да? Да. А ты знаешь, как подсовывают? Давай. Давай. Ты серьезно знаешь? Да. Вот какой это? Она при мне делала. Что ты думаешь? Папа пошел за тортом. Так. Может быть, банк будет не ась, какой красивый. Ну, вот какой есть, такой будет. Так. И давай я ему вот. Вот так. Да, 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 именно здесь. Она ж потом обрезала. Ого-го-го-го-го-го-го. Все, пускай вот так. Отлично. Все, спасибо. Нина с полу, видимо. Да? Да, да. В окно, это смотри. Живой огонь. Тума сойти, блин. Цветочки только там растут. Все, в листах? Да, ты должны быть. А, это уже нет. Это он там стоит с чем-то, с кем-то. Ну-ка, ты глян. Это редкие. Все, нормально. А, отлично. Сикарно. Мамочка, поздравляю. Спасибо. Так, вот здесь ее разорву, Маша. А давайте уже посмотрим подарки бабы. Это кто? Давай. Давай. Давай, давай, давай. А что, это такое? Давай смотреть. Иди сюда. Давай, давай, смотри. На, доставай. Значит, там какие-то вешалки. Какие-то вешалки? Какие-то вешалки. Что это? Для кого это? Это Боби Бом. Все. Это чтобы для Боби. Ты просила одежку для Боби Бом? Да. Это сумка. Ну-ка, доставай и посмотрим, что там. Нужен шкаф. Ого. Это нужно все в шкаф. В шкаф. Маш, теперь нужен гардероб для Боби Бом. Да. Платье. Да? Но только это спинка. Переверни передом, посмотри. Вот какое. Будешь ее переодевать? Раздевать? Да. Ой. Костюмчик. Бодик, по-моему. Бодик. Бодик. Ты посмотри, все названия знают. У нее есть Бодик? Еще Будик? Ладно. У тебя же не одно платье, Маша. Бодик. Да. Здесь какой-то костюмчик. Доставай. Мы подумали, вдруг она у тебя мальчик. Переверни. Ну, вдруг она у тебя мальчик, Маша. Не мальчик. У меня девочка. Как в Европе. Вырастет определиться. Да, да. Вырастет определиться, точно. Тоже мальчик, да? Ну, все. Теперь переодевается. А то голенькие, да, голенькие, да? Да не говори, я буду постоянно. Ты спи голой. В чем она ходит? Конечно. Один годик. Да, да, да. Один годик. Теперь есть во что переодевать, да, Маш? Да. Сушку вытаскивай. Ты решила сразу? Маски. Мне понравилось. Вырастет определиться. Вырастет определиться. Ну что, выбирай. Так, что-то я выберу. Ой, смотри, какой костюмчик со станишками. Нет, это перед. Спинка. Сзади. Это спинка. Ну, вообще-то все время спереди картинка. Вот это спинка. Нет, это уличная. Думаешь? Вот в этом надену. Застежка впереди? Нет. Я надену вот в этом. Ну, может быть, да. Вот в кого вот это? Вот в это платьишко. Платьишко, да. Конечно, платьишко. И сейчас. Она будет... А можно мне понажимать лампочку? Мне прям так интересно. У вас корзелька уже теперь другая. Маша, можно мне понажимать лампочку? Можно. Спасибо. Это ночной, да? Ну, видимо, да. Вот ночной. Вот ночной. Слушай, Ириш, какая прелесть. Ой, замечательная. Просто замечательная. Понравилась? Да, хорошая. Точно. Очень хорошая. Заниматься хорошо под рукой. И с одной, и с другой стороны свет будет. И тут лампочка, и тут лампочка будет хорошо. Да, да, да. Да, комната вот. Солнца нет. Красота. Нет, здесь есть солнце. Нет, здесь солнце есть. Когда? Здесь солнце с 11 часов. И до двух. Вот здесь. И ночной. Да, потому что оно там встает. Оно вот так идет. Это единственная комната, где солнце. Это без Панкера. Это без Панкера. Это хорошо. Ой, цифра 7 висит. А я только сейчас увидела. Да. Маша 7 лет. Сверху постоянно. Маша. Да. Слушайте, а куда полку-то дели? Ау. Какую полку? А которая тут стояла. Она уже на дачу уехала. А-а-а. А что, назад не? Бариня, да. Страшно, да. Я знаю, как она крепилась, потому что я ее снимала. А-а-а. И она крепилась очень хорошо. Но вот тут все равно сидит каждый день. Ну, если думаешь об этом, то лучше снимать. Да, да, да. Постоянно. Что вот, тем более, она такая тяжелая. Если она рухнет, то все. А сюда ее нет? Нет? Ну, ее. У меня рухнули тогда полки с книгами. Маленькие. Вот такие вот. Грохоту было. Ночью. Я чуть заикой не зналась. Да, это было такое. У нее стол вот так стоял вдоль окна. И тут были полки. И там все упало. Ну, что идет? Ух ты, как здорово. И шапочка подходит. Маша, очень здорово. У нее отрадость. Я же глазик закатился. Глаза закатила Машу. Глазик закатывает отрадости. Маша, а вот это, наверное, костюм Снегурочки у нее, да? Нет. Это снежный костюм. Ну, снежный. Я же говорю, Снегурочка. Платье тоже, да? Это платье, по-моему, тоже. Да, платье. Так, Мам, давай подгузник наденем. Ох ты, Господи. О, там еще и подгузники есть. Боже мой. Так, Мань, тебе надо новые подгузники для нее брать уже. Что, описаны все? Ну, да. Мы же ее кормим, она же потом писает. Какой ужас, Господи. На, одевай. Я уже не в курсе. Она и пьет, и писает. Я вообще не в курсе. А что еще у писи? А они пьют и писи теперь. У нас только они мама говорили. Еще и рожают. Ну, правда, слава бы гнеете, а Барби, ну, все равно. Серьезно? Да. Там открывается живот, а там вот такой младенчик сидит. Да. С ума сойти. Просто с ума сойти. Насчет, как это Маша по поводу там кормить лучше-то? Мне кажется, стоит бабушка. Расскажи. Маша тут говорит, так хочу, вот сестренька, бабушка. Я говорю, ну, так, а у мамы никак животные. Я говорю, ну, Маш, кормить надо лучше, маму-то, наверное. Она мне посмотрела, говорит, ну, что, ты чего? Если там еда будет, где там ребенок-то поместится? Там будет еда, а не журок. Сейчас бахнет. Ну, так. Где ребенок-то поместится, правда, если еда-то там будет? Правильно, Маша, либо ребенок, либо еда. Что-нибудь одно. Ну, как, идет? Идет, да. Идет, идет. Очень идет, Маш, очень идет. А если я еще и шагу поправить, то будет вообще отлично. Маша, ты угораздишь, тебе первые паста родители? Ну, вот. А что это такое солнце, и, блин, колебедия будет? Что это? Ну, да, символические. Борис поправился, да. Дорога даже вот вдоль парка идет, смотрю, заузили ее. А у нас только разъезжайте две машины. И никто не пытается даже почистить. Я сейчас... Я говорю, нет, в этот увлажнитель. Ну, иначе, возможно, это... С днем рождения! Утром просыпаешься и так отопаешься. Почему? Первый этаж на работе. А, в смысле, да. Как выглядит отопление, да? А, а еще супруга остались. Дай, давай, давай. Зато самое жаркое лето здесь как будто... Да, вот, калетом шикарно. Никогда не нужно. Машуня, а со мной? Пока еще не выпила. С днем рождения, солнышко. Оно какое вкусное. Вкусное. А что мы такое пьем вкусное? Чинзана. Чинзана? Очень вкусное. Да. А может, я нашу макаронинку вкусу? Ой, спасибо. Так, и... Приготовьтесь! Ура! 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 Платье выбирали. Да. Белое не хочу. Розовое не хочу. Белое не хочу. Блин, вот они налезут. Почему не налезут? Давай, давай налезут. Не налезают, никуда больше. Почему? Тихо, не нервничать. Только не нервничать. Почему не налезают? Она неправильно одевает. Ты неправильно одеваешь. Вот так. Вот так и не одевается. На голову одевала. Все. Посмотри, какая красота. Какая у нас девочка. Всем девочкам девочка. Красотулечка моя. Маша, иди сюда. Бусы сфотографируем. Маш. Хорошо, только с бокалом. Только с бокалом. И с шариком. Розовым, вот этим. Давай. Борис, ты садись. Так, мамина попа в кадре. Почему-то. Мама, выпрямись. Мама, уберите попу из кадра. Подумаешь. А вообще сегодня такой день, что мамина попа должна быть в кадре целый день. Да. Правда же? Можно не попа. А что? Нет, то нельзя. Так просто. У меня еще лицо есть. Чуть-чуть. В этот день на лицо лучше не смотреть, Алла. Не позируй. Когда ты не позируешь, ты естественно не получаешься. Просто будьте естественной. Здорово. Ура! Нос провалился в бокал. Семерка. 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 Семь лет. Семь лет. Это очень много. Маша, все, тебе семь лет. Все. Мне конец в школу идти. Загадай желание и задуй. И задувай. Обратно ходу нет, Маша. Машенька. Так. Только никому не говори. Загадай желание, никому не говори и задувай себе. Двигай к себе тортик. Первый раз задуй. Сейчас. Сейчас. Молодец. Ай, умница. Ой, какие-то коровки. А тут еще и Мишка, и Белка. Мне съесть кем. Это съедобное. Все съедобное. Конечно съедобное. Вот это кто? Это корова. Это корова разве? Да. Это Мишка? Нет. А вот это? Мишка. Мишка это. Да. Маша, тебе с лисой? Да, с лисой. Конечно, с лисой. Да. Обещали классический бисквитный торт. Машка, я загадала самое хорошее желание. Не надо, говорить нельзя. Да, классический, с небольшим количеством крема, кстати. Да, чувак, а мы кого ответить? Без разницы, по порядку. Помнишь, да? В среду летим, кстати, с бильбаумом. Лимонад, мама. Ответный мачтан. Неужели? Да. Лимонад, лимонад. С кем-то я с... Мам, ну ты что? Мам, ну ты что? Где-то с испанцами. Ах, какая лисичка. Откуси ей хвост. Так, все. Это заварка. Кто хочет не спать, вот это, например, пить. Это заварка, поэтому... Камычок? Да. Всем? Всем чуть-чуть только. Спасибо. Спать хотим. Йогурт у меня уже готов. Когда прошло 8 часов пребывания моего йогурта в йогуртнице, Этого оказалось мало. Поэтому я добавила таймером еще 2 часа, и получилось, что йогурт готовился 10 часов. Потом я вытащила стаканчик пластиковый из йогуртницы. Он 2 часа остывал при комнатной температуре, а потом до утра стоял на балконе в холодном помещении. Теперь открываем. Я принесла его с балкона. Теперь открываем. И посмотрим, что получилось. Молоко в этот раз я использовала 3,2%. Йогурт получился немножечко жиже, чем тот, который я готовила из молока от 4 до 6% жирности. Вот такой он получился. Сейчас попробуем. Так. Ну, он получился мягким. Вот таким. На ложке он держаться, конечно, не будет, как тот йогурт. Он падает. Это из молока 3,2%. Но в консистенция очень приятная. Слабо-слабо-слабо-слабо кисленькая. Вкусная. Если молоко больше жирности, то йогурт получается густой. Вот такой вывод я сделала. Но йогурт тоже получился вкусным. Спасибо. 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 Спасибо.